Близнецы, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И в текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на июнь 2018 года. По традиции, расклад вам покажет 6 основных позиций, а именно общую атмосферу месяца, какие события у вас наиболее вероятно произойдут в сфере работы, финансов, здоровья и личной жизни. А также вы получите совет от карт, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Итак, настраивайтесь на расклад. Повторюсь, что он общий, не является индивидуальным и однозначно не сможет для всех проиграться. Плюс многим из нас необходимо смотреть Тороскоп не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцидента в натальной карте. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в сфере работы? Финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Здесь у нас падает тройка жезлов. Карта начинания, карта новых перспектив, новых горизонтов, воплощение старых идей. То есть, то, что вы ранее генерировали, теперь вы однозначно сможете его поделить в жизнь. Плюс, если с позиции работы, это будет ситуация продвижения. Если с позиции личной жизни, это укрепление отношений. Ну, то есть, понимаете, все карты руки, все на дороге открыты. Это карта оптимизма, хорошего самочувствия. И в целом, продвижение вперед ваших планов, ваших надежд и ожиданий. Что вас ожидает в плане работы? Здесь у нас падает четверка кубков. А вот здесь у вас почему-то идет ситуация какого-то уныния. То ли они все так быстро воплощаются, как бы вам хотелось, то ли в целом у вас идет, знаете, как по этой карте идет профпограние. Когда вы хотите либо новых горизонтов, либо новых перспектив, либо понимаете, что на текущей работе, скажем так, для вас нет уже перспектив ни карьерного, ни личностного роста. Поэтому будете искать какие-то новые факторы для себя, мотивации, либо остаться здесь, либо в целом перейти на новое место работы. Если вы на данный момент без работы, то это ситуация такого депрессивного застоя, из которого вы будете пытаться найти выход. Так, что вас ожидает в плане финансов? Перевернутая звезда. А вот здесь как раз могу сказать, идет ситуация финансовых трат. Причем значительных, потому что перевернутая звезда здесь может, знаете, как отыграться. Вот когда вы, например, переходите с одной работы на другую, соответственно подгребаете все то, что у вас осталось в плане финансов на текущий момент, пока вы не получите, скажем так, новую заработную плату на новой должности. Или же если у вас свой бизнес, то по перевернутой звезде здесь, скажем так, какие-то ваши инвестиции, они не отыграются так быстро. То есть не получите вы доход в том размере, который вы себе ставили в бизнес-плане на текущий месяц. Не в тех объемах и не в тех размерах. Либо, вот дело, которое вы открываете, да, и просчитываете его рентабельность, не такой будет быстрый срок окупаемости. Но сам по себе аркан, звезда, он никогда не является, знаете, финансовым. Он всегда лишь показывает те перспективы, которые вы закладываете на будущее. Что ожидает у вас позиции здоровья? Так, здесь у нас перевернутая двойка пентакли. Обратите, пожалуйста, внимание на почки и надпочечники. Потому что здесь, вероятен всего, знаете, либо песок, либо камни в почках. И, соответственно, вот проблемы мочеполовой системы. Поэтому все циститы и прочие такие заболевания в легкой форме, почему говорю в легкой, здесь нет кризисной ситуации. Но, тем не менее, не могут вас беспокоить. Что вас ждет в плане личной жизни? Перевернутые повешенные. А с той стороны стоит ситуация выхода из состояния застоя. Когда либо вы, вам уже надоело быть, находиться в ситуации стагнации, в ситуации жертвы. Вы либо можете в жертву принести отжившие себя отношения, либо в целом каким-то образом кардинально изменить ситуацию. То есть отставить свои приоритеты, свои взгляды на жизнь, свои позиции. Например, если вы одиноки, и у вас очень текает тело одиночества, то здесь, наконец-то, вы либо будете получать от него удовольствие, потому что найдете для себя какие-то скрытые факторы. Ну, не знаю. Может, будете больше времени посвящать себе в плане учебы, какого-то хобби и, собственно, самореализации. Поэтому для вас это, знаете, будет одиночество в радость. Или же в целом по перевернутому повешенному наконец-то ситуация двинется с места, и у вас появятся перспективы нового знакомства. Так, какой сове дают вам карты на ее месяц? Здесь у нас падает перевернутая колесница. Во-первых, этот аркан символизирует ту ситуацию, когда вы сами не знаете, чего хотите. Вы не знаете, в каком направлении вам двигаться, что вам делать, как себя развивать. И в целом, что вам делать на текущий момент в вашей жизни. Так вот, аркан вам советует, наконец-то определитесь. Взвесьте для себя все за и против. В любой жизненной ситуации, которая вас интересует, не важно, что это сфера работы, либо сфера финансов, либо сфера личных отношений. То есть поставьте себе какие-то цели, и только после этого начинайте их добиваться. Потому что вот эта вот ваша разнонаправленность, и там, и сам одновременно, она не принесет никакого результата. Помимо всего прочего, если на июнь месяц вы планировали какие-то далекие путешествия, то лучше, скорее всего, их отложить на более поздний период. Потому что июнь, с этой точки зрения, не самое подходящее время. Потому что перевернутая колесница – это, ну знаете, как своего рода, как препятствие для осуществления задуманного. В плане переезда, смены места жительства, либо каких-то путешествий на далекие расстояния. Ну а так, как говорит Аркан, у вас есть все возможности, все задатки. Самое главное – это поставить себе цель и, скажем так, идти медленно к ней, но верно. И вот тогда, когда вы уже определились с тем, чего вы хотите, колесница у вас будет в прямом положении. Это будет такое уверенное движение вперед, целенаправленное. А на текущий момент у вас будет ситуация, когда, ну, вам нужно покопаться в себе. Вплоть до того, чтобы писать на листочек все за и против относительно волнующего вас вопроса. И просчитать все плюсы и минусы в текущей ситуации. И принять какое-то значимое для вас решение. Вот таким вышел для вас Тароскоп. Надеюсь, он все-таки для вас позитивен. И отыграются только благополучные моменты. Отписывайтесь, пожалуйста, как у вас впоследствии отыгрывается, либо не отыгрывается расклад. Я вам тут крайне признательна за обратную связь. Ну, а с вами была Ева Лехцер. Благодарю вас за просмотр. И до новых встреч.